Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Находясь на бета-версии нового дополнения, я думаю, самое время поговорить о том, как мы будем вообще играть в The War Vizin. Дополнение стартует 23-го, если у вас имеется эпическое издание, а если обычное, то 26-го числа. Рано-рано утром. Суть в том, что абсолютно ничего не поменялось. На текущий момент месяц июль, и подарки также недоступны, кодов в открытом доступе, относительно дешёвых, всё так же нет. В этом видео обсужу с вами, поговорю о четырёх способах, которые вообще позволят вам играть в новое дополнение. Четвёртый, по факту, мой самый любимый. Первый способ — депрессивный. Создание новой учётной записи. Конечно, мы теряем персонажей, мы теряем ачивочки, мы теряем маунтов, питомцев, игрушки, теряем трансмог. Но рано или поздно мы всё равно вернёмся к тому аккаунту, который был у нас первоначально. Не тысячу лет же будут эти ограничения, правильно? Правильно. Поэтому можно будет и потом персонажей, как вариант, перенести. Но стоит знать о том, что эта услуга довольно-таки хитрая. И то, что маунты, питомцы, игрушки различные, они привязаны именно к аккаунту. Вместе с персонажем они не переносятся. То есть, если вы хотите перенести маунтов, то нужно, чтобы они были в сумке. И я максимально в курсе о том, что произошло ночью 4 июля. Печальная ситуация, не поспорю. Но в тот момент, когда создаётся новая учётная запись, нужно делать всё идеально. Второй способ довольно-таки хитрый, умный — смена региона в учётной записи. Конечно, можно выключить голову и отдать кому-нибудь свою учётку, чтобы человек сам занимался ей. Может быть, у него получится перевести регион на учётной записи. А может быть, и не получится. Тут всё роляет от того, на какого ГМа вы прокнете. Если ГМ будет хороший, то вам быстренько всё поменяют. А если нет, то это может затянуться на год. А извините меня, The War Within скоро стартует. Времени остаётся всё меньше и меньше. Способ довольно-таки коварный даже в какой-то степени. Повествование третьего способа. Начну с цифр. От 28 тысяч до 40 тысяч. Такая вот цена за коллекционное издание The War Within. Это может быть чисто кодик, а может быть кодик и с доставкой до вашей российской двери. Разные продавцы, разные цены, разные валюты, разные страны. Всё меняется. Основной принцип в том, что в тот момент, когда коллекционная коробка приходит вашему европейскому другу, подруге, с агильдийцу или у кого-то там купили, открывается коробка, прописывается вам кодик в Дискорде, вы его вводите, он активируется, вы получаете эпик издания себе на учётную запись. И никаких проблем абсолютно. Быть может, вам придётся ещё там за доставку доплатить, если есть такая опция. Почему бы и нет? Уж если вы заплатили такую сумму, допустим, тридцатку, то отдать ещё там 5-6-7 тысяч за то, чтобы вам доставили до российской двери эту коробку, а почему бы и нет? Грифончик, статуэтка кайфовая, артбук, тоже, я думаю, будет интересно полистать. Но если вы не коллекционируете эту макулатуру, железячки, то и не надо. Дорогое удовольствие, не поспоришь, но если вы не хотите париться со вторым пунктом, если вам ценен аккаунт, то первым вы тоже заниматься не будете, получается, пунктом. То есть, всё в ваших руках, думайте сами, решайте сами. Дорогое удовольствие, тут сказать больше нечего. Те, кто ценит свой аккаунт, у кого много персонажей, у кого много ачивпоинтов, у кого там вкачанные профы, у кого нереально большая коллекция, у кого там по АТТ куча процентов, господа АТТ-шеры, здравствуйте. Короче, цените свой аккаунт, не хотите напрягаться, коллекционное издание. Время для заказа ещё имеется. Довольно-таки скоро коллекционные коробки будут высланы. Поэтому скоро получим кодики. Долгожданный четвёртый способ. На нас положили, и мы делаем то же самое. Выключаем компьютер и наслаждаемся реальной жизнью. В тот момент, когда санкции снимут, через полгода, год, полтора, два, тогда и вернёмся в игру. Будем вместе играть, кайфовать и наслаждаться виртуальным миром. Дайте знать в комментариях, каким способом воспользуетесь вы. И, я уверен, будет много четвёрочек или единичек. Есть у меня такое предположение. На этом всё. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Продолжение следует... Продолжение следует...